итак привет youtube всем доброго времени суток это видео мой вклад в исследование алекса вининула рейтинг и здесь и ножей 2014 года прежде всего хочу сказать огромное спасибо алексу за то что он делает я имею ввиду не только ежегодный рейтинг а и тесты обзоры рассуждения да собственно все работы связанные с ножами это действительно для многих интересно и очень важно теперь о рейтинге я придерживаюсь мнения что подобный рейтинг не является мерилом качества тех или иных ножей а скорее рейтингом отношения людей к этим ножам и того какие цели ставятся перед ними и главное насколько эти цели достигаются и так начнем как вы уже догадались этот мультитул не так просто первым появился в кадре ну пусть это будет некой интригой перейдем к рейтингу 10 место занял нож ганза 704 ну тема его появления многим ясна спасибо компании бенчмет или точнее линейки хакер энд кох и ножу модели с ноуди именно его скопировала ганза поэтому нож получился очень интересный и прежде всего потому что при небольших размерах он довольно тактичен и имеет большую толщину клинка 4 миллиметра и красивую агрессивную штыка подобную форму нож очень крепкий и за счет формы клинка идеально подходит для штыковых вариантов работы кстати как алекс его и назвал пырялка но у меня редко возникает такая необходимость поэтому нож в пользовании не часто но как нож для тестов экспериментов очень даже итак десятое место нож ганза 704 девятое место девятое место рейтинга занял не совсем нож это мультитул викторинокс ворк чем наверное если говорить о городском и 10 инструменте при отсутствии сложных задач как для ножа это скорее нож в составе мультитула в нем есть все ну или почти все для городской жизни нож ножницы ножовка по дереву металлу отвертки консервные баночные ключи и напильники пинцет шило плоскогубцы обжиматель кусачки и так далее по сути это городской выживальщик девятое место викторинокс ворк чем далее восьмое место занял легендарный нож для многих это стартовый нож в увлечении ножами поэтому во первых это дань уважения во вторых если бы это было рейтинг ножей которые чаще других участвуют во всевозможных экспериментах у меня бы он был на первом месте именно на нем я больше всего экспериментирую с углами микро подводами камнями и так далее ну думаю многие уже догадались да это онтарио red one или проще говоря крыса восьмое место и так седьмое место нож кершов о за свет если говорить о небольшом и что часто немаловажно недорогом тси ножа то с таким набором качеств и по такой цене думаю альтернатив очень немного посудите сами стали на клинке 8 chrome 13 муви вполне неплохая сталь длина клинка 79 миллиметров то есть на мой взгляд собственно совершенно рабочая длина причем толщина в обухе 3 миллиметра с довольно массивным кончиком при необходимости что-либо проперфорировать очень даже в итоге имеем рабочий и надежный нож далее система быстрого открывания спицей в тоже далеко не у каждого ножа блокировка клинка лайнер лог рукоятка jrm хорошего пластика и это все при весе ножа около 90 грамм и длине в сложенном состоянии 10 сантиметров ну и внешне это довольно красивый нож от именитого дизайнера кена у него и все это за 40 долларов седьмое место кершов о за свет идем дальше шестое место опять не совсем нож это мультитул лезерман чардж тти ай но если говорить о ножах то и здесь даже два причем как для мультитула очень даже приличных один из них это серейтер со стропорезом второй с заточкой plane и кстати из отличной порошковой стали с 32 конечно при его весе в районе 230 грамм наверное без острой необходимости и на кармане его никто носить не будет но при наличии определенных задач я считаю это одно из гениальных изобретений и это шестое место мультитул лезерман чардж тти ай далее пятое место не менее легендарный известный нож чем ontario red one а возможно и на порядке более известный ну а в рейтинге узнаваемости думал был бы номер один многие считают этот нож революционным в ножевой индустрии его также называют и дисси иконы ну я так думаю название уже можно не произносить да это спайдерка paramilitary 2 я думаю многих будет вопрос почему пятое место я постараюсь это объяснить позже итак пятое место нож парамилитаре 2 четвертое место бенчмет 581 бараш с м390 данном случае процитирую руслана киясова 130 долларов и 1200 резов говорить не о чем на мой взгляд в его трехминутном видео об этом ноже гениально сказано все на данный момент ценник немножко выше в остальном готов подписаться под каждым словом бенчмет бараш четвертое место далее третье место спайдерка домино нож довольно новый и для меня очень интересный во первых это сталь cts xhp сталь очень интересно второе безусловно нож очень красиво это и высокие спуски от обуха рукоять с одной стороны титан с другой стороны ламинированный карбоном g10 многим важно это флиппер и не просто флиппера флиппер на подшипниках ход изумительный для тех кто любит по флипповать это особый нож я не смогу объяснить словами как этот нож флиппует но это просто самый суперский флиппер о я знаю это царь флиппер причем нож небольшой даже я бы сказал меньше среднего то есть можно наносить как и на кармане а в сумке он будет вообще незаметен сейчас записывая видео я понял мне просто очень нравится все дальше будут дифирамбы третье место спайдерка домино второе место здесь будет сложнее на этот нож я думаю сделать некий отдельный обзор или правильнее сказать рассуждение на тему почему это очень классный нож для чего я хочу это сделать этот нож вызвал очень много дискуссий причем по отношению к ножу очень разносторонних или правильнее сказать спорных причем именно алекс винину озвучил спорные аспекты поэтому в этом видео я скажу коротко своем отношении а в отдельном видео попробую максимально детально об этом поговорить и так второе место пенчмайт бонн коллектор красивый нож отличная сталь высокие спуски рез по моим ощущениям гениальный контур рукояти от присиди он дизайн на порядке эмоциональный нож по дизайну очень узнаваемый клинок гениальный но эта тема как я уже сказал отдельного видео и цена в районе 100 долларов но главное он классный итак второе место бенчмайт бонн коллектор не на первом месте в моем рейтинге гениальный нож с огромным перечнем достоинств это и клинок из м 390 это и очень харизматичный дизайн и универсальность и тактичность почему я сказал о универсальности я почти всегда использую для кухни хотя до кухонника ему очень далеко это ярко выраженный тактик это бенчмайт 810 контега многие скажут тебе он просто нравится и отвечу да а еще мне нравится антарио ред ван спайдерка парамили 3 2 параш но для кухни я беру контега и для сложных говорят аудорных работ я беру контега и главное если бы стоял выбор взять один нож из всех которые у меня есть и это будет нож на всю жизнь я бы взял именно и поэтому в моем рейтинге 2014 года на первом месте бенчмайт контега с м 390 без вариантов ну и конечно интрига первого кадра но этот нож на на темляк я бы прицепил микро мультитул лазерман сквирт бисе с 4 который со мной почти всегда и такой набор поможет в любых условиях спасибо всем кто смотрел видео всем кому понравилось или не понравилось всем кто написал или напишет комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал думаю будет много интересного пока youtube всем мира и гармонии пока до контраста до контраста до контраст